Здравствуйте! Вашему вниманию предлагается видеолекция по дисциплине финансовый учет 1. Тема дисциплины учет обязательств организации. Одним из элементов финансовой отчетности являются обязательства. В этой связи в законе Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности дано следующее определение. Обязательства, существующая обязанность индивидуального предпринимателя или организации, возникающая из прошлых событий, урегулирование которой приведет к выбытию ресурсов, содержащих экономические выгоды. Также дается определение обязательства в Международном стандарте финансовой отчетности 1. Представление финансовой отчетности, где записано. Обязательства предприятия, возникающие в результате операций или фактов, прошедших в прошлом, урегулирование которых может привести к переводу или использованию активов, предоставлению услуг или прочему оттоку экономических выгод в будущем. Каким же образом осуществляется урегулирование обязательств? Предусматриваются следующие способы. Выплатой денежных средств, передачей других активов, предоставлением услуг, заменой одного обязательства другим и переводом обязательств в капитал. Обязательства обладают тремя основными свойствами. Первое. Это обязательство может быть удовлетворено только путем перевода актива или услуг другому субъекту. Второе свойство. Обязательство должно быть неоспоримым. И третье свойство должно иметь место в событии, вызвавшие обязательства. Обязательства по срокам погашения различаются в следующих видах. Это краткосрочные обязательства и долгосрочные обязательства. Обязательство должно классифицироваться как краткосрочное обязательство, если первое предполагается оплатить его в ходе нормального операционного цикла предприятия, или оно должно быть исполнено в течение 12 месяцев после даты баланса. Классификация согласно 37 стандарта, которое называется оценочные резервы, условные обязательства и условные активы, предусматривает следующие виды. Это фактические обязательства, оценочные обязательства и условные обязательства. Что же собой представляет фактические обязательства? Фактические обязательства точно могут быть определены, так как с точки зрения существования, так и с точки зрения величины. К таким обязательствам можно отнести задолженность поставщикам и подрядчикам векселя выданные. Оценочные обязательства это определенно существующие обязательства, однако их точная сумма не может быть определена до наступления какой-либо определенной даты. К оценочным обязательствам можно отнести задолженность по корпоративному подоходному налогу, обязательства по оплате отпусков, гарантийные обязательства. Условные же обязательства это несуществующие обязательства. Данный вид обязательств очень хорошо раскрываются в 37 стандарте. И в этом стандарте даются определения условным обязательствам, как возможное обязательство, которое возникает из прошлых событий и наличие которого будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного или более определенных будущих событий, которые не полностью находятся под контролем компании. Или же существует обязательство, которое возникает из прошлых событий, но не признается, поскольку нет вероятности того, что выбытие ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды, потребуется для урегулирования обязательств. Или же сумма обязательств не может быть оценена с достаточной надежностью. В бухгалтерском же учете выделяются следующие виды обязательств. Финансовые обязательства, обязательства, которым можно отнести задолженность банкам по кредитам. Обязательства по налогам. Это обязательства перед бюджетом по различным видам налога. Обязательства другим обязательным и добровольным платежам. Кредиторская задолженность. Ну, кредиторскую задолженность, я думаю, что все знают. Это задолженность поставщикам, задолженность по оплате труда и так далее. Оценочные обязательства и прочие обязательства. Такое выделение в бухгалтерском учете предусматривает их расположение в типовом плане счетов бухгалтерского учета. В типовом плане счетов для учета краткосрочных обязательств предусмотрены счета третьего раздела. Долгосрочные же обязательства учитываются на счетах четвертого раздела типового плана счетов. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.